Свет, Никита Шилунов просит тебя рассказать скороговорку. Наверное, он сам очень плохо может говорить. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Это очень старинная, очень давнишняя, купая скороговорка, на самом деле. Ну да. Я знаю более хорошую скороговорку, более интересную и более крутую. Ну-ка. Допустим, вуманайзер. Ну, то есть вуманайзер, например. Одно слово? Нет, почему? Например, можно вуманайзер, 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 я вуманайзер, я вуманайзер. Ну, а давай все-таки попробуем с этим, с скороговоркой, вот именно про Сашу. Либо еще Света, лучшая, Света классная. Нет, давай попробуем с скороговоркой. Давай скороговорку прям. Вот шла Саша по шоссе. Давай. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Молодец. Ну вот. Так что все. Либо еще король-орел, орол-орел. Молодец. Так, дальше. Иван Петечкин спрашивает. В чем секрет твоей неземной красоты? И вообще, каким образом тебе получается добиваться такого эффекта поразительного? На самом деле, очень много пудра, вот. Очень нагрева. То есть, Петечкин, мы советуем тебе накладывать побольше пудры, и тогда все будет замечательно у тебя. Так, про улицы мы уже с тобой поговорили, что тебя узнают на улице. Света у нас очень популярный персонаж, поэтому все подходят и спрашивают. Света, это ты? А тут еще дальше, смотри, Артем Шматов спрашивает, какого размера сиськи ты предпочитаешь? Артем Шматов? Да. Вот он тебе спрашивает. Я думаю, какой-то Чеховый. Он из Чеховый. Я думаю, что они очень большие, но чем-то такое среднее, красивенькое. О, как. Чтобы это было модно. То есть, самое главное, это Чехова. У нас кумиры. Сергей Семяков, а как ты относишься к Кате Самбуке? Знаешь, такой персонажа, интернет? Нет. Катю Самбуку не знаешь? Вообще. Она самая, наверное, самый популярный человек в интернете, который... Вообще. Не знаешь. Катю Гордон очень знаю, Гордон, да. Но хуй-то там Самбуку, ой, вообще шлаке, не знаю такое. Это что, это самая женщина с самой большой грудью. Я очень не вкусно, да. Ну, в общем, я тебе как-нибудь покажу в интернете, кто такой Катя Самбука. Она даже больше, чем у Чеховой. Ну, будет видно. Дальше. А чего-то случилось? Чего-то случилось? Давай снимаем. Ну, что-то я просто не понимаю, почему там люди. Так, дальше Диан Дианов спрашивает. Кто ты, кто учил тебя петь? И почему у тебя такой прекрасный голос? Вот кто-то, например, Нэнси Сенатора, да, понятно, почему она такая. У нее такой классный голос, потому что у нее отец, да, Фрэнк Сенатор, и поэтому это передается генами. А как у тебя так получилось? У тебя тоже родители? Может быть, тебя папа пугает? На самом деле... Папу Киркоров. Нет? На самом деле, как бы я просто там, если бы так пою, как бы досуг. Я еще кончила, в принципе, музыкальную школу по трему инструменту, понимаете? По трему. И гитара, и фортепиано, понимаете? Вот. А зачем здесь фонарик? А, это... Мы к тебе на камеру сидим. Ага. Вот. На самом деле, я хочу, знаете, на школу музыкальную и по тремя, и по гитаре, и по ксиллофону. Почему? По ксиллофону. Ксиллофон. Ксиллофон. То есть ты по ксиллофону. По ксиллофону, дорогие мои, да. Веселое интервью, да? Очень. Прикольно, да. И вот, я объясняю. Поэтому я, как бы, я пою, понимаете, как бы не стараюсь, как бы пою просто, как бы, как бы от себя. Но когда я хочу спеть реально, хорошо. От души, от души. Нет, 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 нет. Я просто спит сажим. Нет, души. Спит сажим, понимаете, чтобы было прикольно. То есть мне такая цель, опять прикольно. А потом уже, когда мы запишем такой крик с кем-нибудь из звезд, это будет реально все сделано круто, классно и дорого. Ну, первый же это Артем Королев, да? Ну, думаю, в любом. Конечно. На MTV сразу. В эксклюзиве. Угу. Понятно. Это будет самое крутое, как сказать. Что пока что у меня, как бы, нет времени заниматься вокалом очень хорошо. Поэтому я пою, в принципе, чисто, как бы, для себя. Ну, а вроде люди подснимают мое пение, потом, где-то, понимаете, на первый канал ошли, понимаете? Ну, в чем дело. Так, следующий вопрос. Анна Колосова спрашивает. Ты училась на журналиста. Дай несколько уроков по дикции. То есть она считает, что у тебя очень классная дикция. И вот сейчас прямо можешь на камеру какие-то приемы. Может быть, орехи засунуть или суши в рот, чтобы что-то проговорить. Те же скороговорки про Сашу, нет? Нет. Я думаю, нужно просто очень правильно себя вести на камеру. Уметь делать нужные паузы в речи. Уметь правильно говорить предложения. Уметь правильно сделать своим голосом. Уметь дикции, интонации. Какие-то какие-то пропинания там. Вот, какие-то разные интересные слова подчеркивать. Вот. Я думаю, в принципе, чем больше, я думаю, ты знаешь русского языка, на самом деле. Литературу, я думаю. Тем более там еще, там, русского, итальянского. Тем более ты можешь разделывать теперь самые какие-то логарифмы. Логарифмы? Да, но как в математике, понимаешь, уже в речи. То есть ты знаешь, понимаешь, речь. И ты как бы знаешь, как правильно хочешь говорить. То есть именно вот какие-то там шоу, какие-то там интервью, какие-то там вечеринки крутые. Ты уже умеешь вести, потому что ты знаешь, где нужно делать паузу. Где паузу делать не нужно. А там мухи, понимаете, суши мешают. Зараза. Вот. Как бы мух. На муха, может быть, здесь суши, я объясняю. На самом деле, мне еще в пятом классе говорила моя любимая теченька сафароскому языку. Говорила, в принципе, говорит, Света, вот тебе нужно идти, только говорит, на ведущую. По-любому. Ты говорила, такая прикольная, такая клевая, такая классная. Ты так умеешь хорошо делать всякие там диктанты контрольные, все такое. Поэтому по-любому. То есть она сразу тебе с детства видела звезду? Давно, да, причем да. Прикольно. Ты молодец, Света. Вот. А, слушай, скажи, пожалуйста, Даниил Дубенцов спрашивает, знаешь ли ты дизайнеров по фамилии Убий Волк, Убий Конь и Шира Шиборд? Знаешь такие? Я думала Даниилу Петру, на самом деле. Ну, ты знаешь, что это Убий Волк такого, какой-то новый, может, дизайнер? Нет? Нет. Ну, может быть, я просто так себя решил назвать. А ты бы хотела вообще одежду, например, от такого человека с таким странным названием? Нет? Ни в коем-то радио. Убий Волк не нравится, и Убий Конь тоже не нравится. Это бред. Это бред. Лучше Киропластина, да, например? Нет. Почему? Нет? Лучше Лабутена. Лучше, дорогие мои, Лабутены. Вот. Это самое лучшее. Так, ну, в принципе, уже про магазины мы поняли, что ты любишь это. Да, понятно. Дальше Дарина Воропаева спрашивает, следуешь ли ты модной тенденцией ходить к психологу? Ну, знаешь, мы как бы живем все в Москве, да, и у нас такая жизнь не очень легкая. Поэтому очень многие ходят к психологу. Вот скажи, какого психолога ты посещаешь? Я знаю, что у Дмитрия Бигбаева были проблемы. У кого? У Дмитрия Бигбаева. Ну вот. Ну и сбить. Я знаю, да. Но у меня... То есть ты не ходишь, да? То есть все нормально? Москва тебя не угнетает так, как их, да? Все хорошо. Я уже, ну, там, коренной русский звездный человек, который не знаю, что есть. Поэтому... Тебе это не нужно? Нет. Молодец, правильно. Дальше Даниил Сафонов спрашивает. Дурацкий вопрос, ну, давай на него пытаемся ответить. Нужно ли мужчинам брить лобок? Глупый вопрос, скажи. Это где вообще? А, не знаю. Где? А где он находится, ребят? Не знаешь? Я что-то тоже не знаю. Ребята, напишите, пожалуйста, комментарий, где он находится. Так, Александра Флаймо. Тебе не кажется, что это слишком многословно? Я думаю, чем больше, тем лучше. То есть нужно говорить больше, ребята? Думаю, да. И тогда в жизни вы достигнете многого и будете так же знаменитым. На самом деле, много говорить, много читать, много всего посещать, на самом деле. Чем больше ты сходишь на какие-то высокие премьеры, презентации, клипы, допустим, да? Друзья. Ну вот. Так, вчера мы были на клипе Звонкого. Да? Знаешь, да? Вот такого чувака. Ну, было очень прикольно. Была новая, как бы, клипная такая крутая VIP-закрытая червенка. Вот. Ты так, конечно, была. Тебе опять прислали пригласительные, походчики. Да, причем, да. Меня сразу при входе, встретили. Прям при входе, на Кушкинской. Там, где находится она, как бы, на закрытое место. Там были Файста Фэмили, там были Митяфамин, там была Таня Серёж, там были Звезды буквально. Вот. Ну, то есть, было реально прикольно. Было реально просто живенько, хорошо. Причем, это была отдельная VIP-человек-зона. Это были именно только я и Звезды. А чем отличается VIP-зона, вот, просто от обычной? Там, может быть, что-то больше дают? Чего? Нет? На самом деле, я просто от того, с рождения, понимаете, везде гость VIP-зона. У меня работала тетя, понимаете? Жобины всегда много. И мы ездили буквально по всем вечеринкам, только в VIP-зоны. И нам надо было специально заранее приглашение, именно только в закрытую чел-аут-зону. Причем, на начало было это домотворчество, где уже были вечеринки. Мы там, как бы, занимаемся, в классе хореографии. Устраиваем вечеринку. Причем, мы приезжали именно в закрытую VIP-зону на отдельной крутой машине. А какая машина была? Машина была у нас уже еще все годы. Когда я была 7 лет еще, это был где-то, наверное, 99-й год. У меня было 7 лет. И мы приезжали, уже я ехала отдельно, понимаете, к себе на концерт сольный, на свое, понимаете, соло, по хореографии, со своей учительницей и с мамой. И с ее братом. Причем на отдельной крутой машине. Это все годы уже была беленькая, крутая тачка тонированная. А какая? BMW. Уже, когда я была 7 лет, понимаете, уже на BMW с мамой в отдельной тачке мы ехали в отдельную VIP-зону. Уже, понимаете, сейчас мы уже выступили, понимаете, в Кремле выступили. Мы приезжаем в отдельную VIP-зону потом, потом в Кремле и тусуемся. Выступили. А на елочку ты ходила, как все едим, видите, обычно ходят? В Кремль. В Кремль елочка там вроде как есть. Ну, в Кремль, в мэрию, да, ходили, конечно. Это было интересно нам. Нам еще были маленькими. Но опять же, мы приезжали на... Тоже на белый. Опять же, все приезжали на троллейбусе, на метро. Мы только на белый BMW, либо на черный BMW, одно из двух. Причем, гуси-цоклы были реально хорошо седменные. Слушай, а как же ты подарочки принимала от деток, которые там же им выдают обычный всякий шоколад? Или что-то такое? Ты не брала никогда, нет? Нет, конечно. Говно там совсем, да? Не скучно. Там такие на самом деле. Я вообще просто, я в шоке. Даже то, что там в мэри, там, я не знаю, в Кремле, там реально, там бред стоит 2 тысячи, да? Вот ты потом берешь как-то это подарок, ты понимаешь, что ты реально отдал детей деньги. Потому что, ну, потому что был плохой спектакль, там, где играли какие-то самоучки, извини меня. После этого еще, такие вот, одни, понимаешь.